всем зрителям канал огромный привет с вами я владимир белов вы на канале деревня окунева передаю ребят всем привет и передаю привет и всем своим зрителям подписчикам друзьям родным и близким и персональный привет для алексея который часто мне задают вопросы видео будет твоего вопроса по его вопросу по топливной системе тракторов алексей спросил меня как часто так кстати ребята прошу не ругайтесь вы все разные есть матерые трактористы есть начинающие люди которые связали свою жизнь с техникой у кого-то что-то сразу получается хорошо у кого-то не все получается хорошо и для чего я записываю эти иногда видео такие вот так бы якобы обучающие для того чтобы ну как говорится людям если просто писать в телефоне телефон с собой не всегда ношу короче мне проще для вас снять видео кому-то она будет полезно вот алексей спросил у меня владимир как часто вы сливаете отстой с трактора с топливных баков я отстой сливаю очень редко ну где-то примерно раз в месяц а может быть и того реже но и бывает и того чаще бывает и чаще отстой сливать надо обязательно для этого вот в тракторе мтз-80 или в тракторе ты 25 ты 40 и в других тракторах есть специальные штуцера который откручиваешь закручиваешь когда заливаешь топлива могут быть попадаться какие-то маленькие микрочастицы грязи воды еще чего-то еще чего-то попадающие вместе с осадками вы же заливаете допустим не в разное время года в баке они скапливаются в мелкие частицы и вот забивают топливные топливные питательные шланги в итоге когда-то куда-то мы поехали бах трактор глохнет что такое не поступает солярка топлива вот в тракторе мтз-80 реализованы это откручиваешь перекрывая шланги можно двумя способами слить перекрываешь краны вот здесь вот откручиваешь шланг топливные вот такой вот реализован у нас вот в заводском исполнении пластиковый или какой-то какой-то прозрачный и сливаешь или просто есть штуцерак вот у кого-то они работают эти штуцера у кого-то не работают потому что потому что потому вот этот шланг вот топливный я такой вот специально взял он в заводском исполнении вот такой происходит вот он такой мягкий гибкий хороший но когда вы его поставите через некоторое время работы на технике он превращается такой вот дубеет и становится очень очень жесткий вот пропускная способность здесь большая но все равно обычно вот когда приходит осень зима холодное время вот может скапливаться в низких местах вода или какие-то отложения забивать когда откручиваете его особенно в холодное время года он дубеет и может сломаться вот ну что делать что делать вот каждый поэтому вот я держу вот такой шланг в запасе тут метра наверно два или два с половиной вот сейчас стали кстати продавать на рынках шланги в металлической оплетки я ими кстати не пользовался не могу ничего сказать хорошо это или плохо обычно вот как как выходит из положения если там что-то забило откручивают с двух сторон от фильтра откручивают от бака находят где место где это в какой трубке не идет и пытаются продуть насосом простым насосом сжатым воздухом вот если так не получается у нас делали как ребята откручивают если так не получается заливает топливом прокачивает трактор заливает дизель в топливный фильтр заводит его и вот пока трактор стоит на холостых гудит вот эту забитую трубку запускает в топливную выхлопную трубу в отверстие выхлопной трубы там выхлопными газами воздух поднимается она выпадывает вода если образовалась там какой-то лед она выпадывает и все можно ставить и работать вот чтобы этого не происходило таких казусов поэтому и нужно сливать периодически отстой с топливной системы вот чтобы не забивала грязью и другими какими-то нехорошими веществами топливную трубку питательную сейчас мы пройдем с вами к нашему трактору мтз-80 и там покажу я вам как сделано реализовано у нас в мтз-50 в отличие от этого мтз-80 как реализовано сделано там очень так хорошо и возможно кто-то из вас тоже так делает делал на мтз-50 не я так было так был делал старый тракторист в колхозе когда мы трактор забирали вот так вот так что пойдемте я думаю вам будет интересно так следующая часть нашего рассказа про трактор про топливную систему здесь стоит мтз-80 мтз-80 здесь стоит в мтз-50 питательный шланг гидравлической системы вот я взял такой шланг для примера вот гидравлики шланг но это вот такой коротенький я взял здесь стоит на два с половиной или два метра здесь был так реализовано еще при колхоз у нас был когда и мы забирали трактор там стоял шланг вот преимущество вот такого шланга если он забивается он тоже может быть забиться здесь тоже такая же пропускная способность как и в пластиковом шланге но он остается гибкий вот вы можете с собой взять если вдруг у вас случится такая оказия шланг где-то забила можете открутить его прям в поле или где-то еще с собой иметь какой-то проволоку и просто проволокой протыкать его протыкать и выгнать вот этого он не сломается ничего не повредиться его преимущество то что он гибкий то что он твердый никакие механические повреждения вот за столько лет с трактором шлангом никогда ничего не было но минусы его минусы его какие то что может быть не прилегание через штуцера для я когда взял закрутил и смотрю что-то начинает между штуцером штуцер здесь самоточный подкапывать и резьбой в итоге взял обычную фум-ленту подмотал ее и все течь пропала то она как-то мокла и видно было что не совсем герметично не совсем плотно вот так вот на этом тракторе тоже стараюсь перед самыми морозами слить всю топливную все топливы из бака поставить его так чтобы он был в наклон маленько чтобы все слить и залить свежее топливо залить отфильтровать его залить и заливать обязательно через фильтрующий элемент стакан есть я думаю что на все знают под продается отдельно стакан из сеточки заливаешь там какие там примеси бывают сеточка позволяет вот убрать если что чтобы не попадал все с топливом в бак вот как можно меньше предотвратить вот так вот ну вот я надеюсь ответил на вопросы вот такие вот отличия так вот реализована питательная трубка у нас в мтз-80 и в мтз-50 но в т25 там стандартное исполнение все по стандартному сделано трубки ну зимой моего мтз-25 мы его не эксплуатируем он работает только в теплое время года хотя и сейчас и зимой тоже на мтз тоже мало стали ездить очень мало вот так что пишите комментарии была полезного эта информация не полезно или не была ли полезная как реализовано у вас заводского исполнения или сделано на вот таких гидравлических шлангах сейчас еще раз повторюсь то что сейчас продают реализовывают такие маленькие шланги тоненькие в оплетке видел в продаже есть но не покупал надобности нет зачем тратить лишние деньги когда и так все это дело работает вот так что все берегите родных и близких себя берегите у нас продолжается осень вроде как хорошие деньки стоят будем надеяться что они также и всем хорошей погоды прекрасного настроения здоровья всем удачи и пока оставляйте свои комментарии ну вот так надеюсь раскрыл тему для вас полностью удачи и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон